Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы свяжем с вами вот такую детскую замечательную шапочку. Рассчитана шапочка где-то в районе годика. То есть можете связать в принципе такую шапочку как мальчику, так и девочке в зависимости от выбранного вами цвета. Я вязала для девочки и украсила вот такими замечательными маленькими бантиками. Если вы будете вязать для мальчика, можете прикрепить какие-нибудь пуговички в виде самолетиков, различных машинок. Можете сделать какую-то аппликацию крючком и так далее. В общем в принципе рассчитана данная шапочка на окружность головы где-то 45-47 см в зависимости от того, насколько вы плотно вяжете. Я вязала одними спицами, не делала переход из резинки в основной узор, не меняла спицы. И благодаря тому, что у нас узор двойной жемчужный или двойная путанка, или жемчужный просто двойной узор, очень похож на резиночку 1х1, то здесь точно так же я не делала никакой переход добавления петель. Я просто вязала резиночку 1х1 и переходила на узор основной шапочки. Вязала я шапочку на пяти спицах. Можно данную шапочку связать всего лишь на двух спицах, при том, что сзади будет такой вот шовчик. Сверху у нас тоже небольшой шовчик, но как вы видите он очень аккуратный, очень получилось с внутренней стороны красиво, и там буквально такой вот совсем-совсем тоненький рубчик. Его практически не видно и не чувствуется. Имеет такой вид как бы своего рода квадрата при том, что на голове у ребенка будет сидеть в виде ушек вот такие вот уголочки. И не слишком они острые, как вы видите, мы будем делать точно так же здесь по краям и посерединке, ровно спереди и сзади, немного убавлений для того, чтобы шапочка хорошо сидела на голове. В общем, кому интересно и понравилось, конечно же, присоединяйтесь. Для вязания я буду использовать акриловую пряжу фирмы La Nosa Minty. Здесь 315 метров 100 грамм, а более подробно вы сможете посмотреть отдельное видео, где мы рассматриваем эту пряжу. Ссылочку оставлю в описании под этим видео, смотрите ниже. Далее, чулочные спицы номер 3 можете использовать круговые, если вам так удобно. Можете также использовать прямые спицы, но для этого вам нужно будет набрать на 2 петли больше, для того, чтобы кромочные затем сшить и сделать шовчик сзади. То есть для тех, кто хочет вязать на двух спицах. Теперь нам понадобятся ножнички и сантиметр. Для начала свяжите небольшой образец пряжей и спицами, которыми будете вязать и высчитайте, сколько в одном сантиметре у вас петелек. Вам немножечко нужно будет при измерении прирастянуть ваш образец. То есть смотрите, при растянутом виде у меня вмещается в 6 сантиметров 13 петелек. То есть у меня получается в одном сантиметре 2,17 петельки в одном сантиметре моего вязания. То есть у меня такая плотность. И исходя из этого я уже буду делать расчеты на обхват головы. То есть обхват головы у меня 47 сантиметров. Я умножаю на 2,17 и получаю 102 петельки. То есть для начала мы наберем 102 петельки плюс 1 петля для замыкания вязания в круг. Для тех, кто вяжет вязание на шапочку на двух спицах прямых, то набираете 102 петли плюс 2 кромочные для обхвата головы 47 сантиметров. Итак, 103 петли набраны и теперь распределяем их на 4 спицы. То есть вытаскиваем одну свободную спицу и переносим на нее четвертую часть вязания. Можете отчитывать 25 петелек на каждую спицу и на четвертую получится 27 оставшихся петелек. Хотите, можете просто поделить на глаз равномерно на 4 части и перенести каждую из частей на отдельную спицу. После того, как распределили петельки, обратите внимание, чтобы у вас набор петель не был перекручен. И после этого берем в руки первую и четвертую спицу и подтягиваем вот так вот спицы. И теперь смотрите, вот она у вас набранная последняя петелька на правой спице. На левой спице у вас набранная первая петелька. И теперь смотрите, к первой спускаем на левую спицу последнюю петлю. Теперь первую одеваем на последнюю петлю, при этом спускаем ее полностью с левой спицы. И возвращаем обратно на правую спицу последнюю набранную петельку. Теперь тянем короткий краешек ниточки вверх, а рабочую ниточку вниз. Как бы затягиваем. Таким образом мы убрали лишнюю 103 петлю и замкнули вязание в круг. Теперь не будет видно этого перепада, замыкание в круг. И начинаем вязать первый ряд. Подтягиваем к себе снова аккуратненько спицу и начинаем вязать первый ряд. Чередуем лицевая петля, изнаночная, лицевая петля, изнаночная. То есть очень просто начинается первый ряд. Чередование лицевых петель и изнаночных до конца ряда. При этом ряд у нас начинается с лицевой петли, а закончится, значит, должен на изнаночной петельке. Итак, первый ряд связан. И дальше мы вяжем точно так же, как и первый ряд. Чередуем лицевые и изнаночные петельки. Причем вяжем над лицевыми лицевые петельки, над изнаночными изнаночные петельки. И обратите свое внимание на то, что я вяжу лицевую за ближайшую стеночку, которая ко мне лежит. То есть она фактически задняя, но ближе ко мне прилежащая. Я вяжу ее, получается, лицевой. А изнаночная, вот она, задняя стеночка, я вяжу точно так же, но она дальняя от меня. То есть за ближайшую лицевую я вяжу, за дальнюю вяжу изнаночную петельку. Для чего это так? Для того, чтобы у нас с изнаночной стороны петельки ложились аналогично передним. То есть не перекрещенной петелькой у нас была связана лицевая петля. То есть с этой стороны она у нас изнаночная, с той стороны с изнаночной она у нас лицевая петля. Вот чтобы она не была перекрещенной, чтобы был не искорежен рисуночек. И, как вы уже поняли, мы таким образом сформировали резиночку 1х1, то есть лицевые, над лицевыми петельками, изнаночные, над изнаночными. Так мы будем вязать 3 см начала шапочки. То есть резиночкой 1х1 вам нужно провязать порядка 9-10 рядочков. То есть мы связали с вами первый ряд и начали вязать второй год. И еще приблизительно свяжите порядка 7-8 рядочков самостоятельно резиночкой 1х1. Итак, я провязала 9 рядочков в высоту резиночки 1х1 и сейчас перехожу на основной узор. Основной узор я буду вязать такими же спицами. То есть обычно у меня задают вопросы, почему я не меняю спицы и не добавляю несколько петелек с перехода узора резинки на основной узор. Здесь этого не требуется, потому что узор в принципе очень похож на резиночку 1х1. Итак, смотрите, вот она начало ряда ниточка и начинаем с нее вязание. Первая петля у нас лицевая, вторая изнаночная. Меняем местами, то есть провяжем над лицевой изнаночную петлю, а над изнаночной лицевой. И так и продолжаем чередовать. Над лицевой вязать изнаночную петлю, над изнаночной вязать лицевую. То есть точно так же, как вязали резиночку 1х1, только меняем местами петельки. Вяжем над лицевой косичкой изнаночную петлю, а над изнаночной такой вот косичкой лицевую петлю. Вот так вяжем, чередуя лицевая и изнаночная до конца первого ряда основного узора. Итак, первый ряд провязан, второй ряд вяжем четко по рисунку. Над изнаночными петельками изнаночные, то есть первая у нас идет изнаночная, над ней вяжем изнаночную, а над лицевыми петельками, как вторая у нас петелька лицевая, вяжем лицевые. И так продолжаем чередовать по рисунку. Лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, точно так же, как и второй ряд узорчика резиночки 1х1. то есть вяжем по рисунку второй ряд до конца третий ряд узора идет со смещением теперь там где мы вязали первую петлю изнаночной вяжем лицевую а там где лицевая вторая петля вяжем на дне изнаночной и так продолжаем чередовать лицевая изнаночная над лицевой петлей вяжем изнаночную а над изнаночной вяжем лицевую то есть как бы вяжем со смещением в одну петлю и так вот до конца этого ряда то есть продолжаем чередовать лицевая изнаночная но поменял местами как мы с вами вязали резиночку один на один то есть сейчас получается если мы посмотрим то лицевая петля в этом ряду идет над лицевой петлей резиночки один на один довязали третий ряд смещения четвертый ряд вяжем по рисунку над лицевыми петельками вяжем лицевые над изнаночными вяжем изнаночные петельки то есть вяжем над петлей петлю точно так же как мы вязали первые два ряда вязания резиночки один на один четвертый ряд довязан и у нас закончился первый рапорт в высоту сейчас повторяем с первого ряда основного узорчика то есть пятый ряд у нас как первый начинаем с изнаночной петли затем продолжаем чередовать лицевая над лицевыми петельками вяжем изнаночными над изнаночными петельками вяжем лицевыми то есть первого ряда начинаем наш рапорт пятый ряд идет сейчас мы поменяли местами петельки то сделали смещение и продолжаем вязать над лицевыми изнаночные над изнаночными лицевые весь пятый ряд смотрите на самом деле рисуночек очень просто понять есть третий первый третий ряд который вяжется со смещением посмотрите если вы сейчас посмотрите провязанный рисуночек у нас идет два ряда как бы той же резиночки один на один и затем два ряда идут со смещением шахматном порядке такие же два ряда резиночки один на один затем снова идут со смещением два ряда со смещением два ряда то есть каждый последующий четный ряд 2 4 6 8 и так далее вяжется по рисунку поэтому для тех кто вяжет прямыми обратными рядами то есть с кромочными петельками на двух спицах то вы запомните что изнаночные ряды у вас вяжутся по рисунку над лицевыми вяжутся лицевые над изнаночными изнаночными точно также запомните и те кто вяжет на круговых спицах что каждый четный ряд у нас вяжется по рисуночку как ложатся петельки а в 1 3 5 и так далее каждый нечетный ряд вяжется со смещением на одну петельку то есть над лицевыми предыдущего ряда вяжется изнаночные в этом ряду а над изнаночными предыдущего ряда вяжутся лицевые в этом ряду вот это вам главное запомнить и что смещение делается через ряд то есть первый-второй вяжите по рисунку третье смещение четвертый вяжите по рисунку пятый со Шестой вяжете по рисунку ряд. То есть вот таким вот образом мы будем вязать до нужной нам длины. Смотрите, так как длина моей шапочки будет около 15 сантиметров, может даже 15 с половиной я сделаю, то буду вязать от начала, вот от самого первого ряда вязания резинки до высоты 14 сантиметров. Вот таким вот узорчиком буду продолжать от начала вязания до конца высоты шапочки 14 сантиметров. Полтора-два сантиметра до конца вязания у нас останутся на небольшое вот такое вот закрытие убавления для макушки. Поэтому сейчас продолжаете вот так вот чередовать четные и нечетные ряды и вяжете до нужной высоты. А затем уже 2 сантиметра полтора оставляем на закрытие макушек. Итак, я связала 14 сантиметров в высоту от начала вязания до последнего ряда. И у меня закончилось, получается, вязание 14 сантиметра на втором ряду рапорта узора высоту. То есть, смотрите, я, получается, провязала второй ряд рапорта, то есть, который вяжется у нас по рисуночку. И у меня начинается вязание с лицевой вот здесь вот петли. По идее, у меня она сейчас уже должна быть в третьем ряду смещения в бок, поэтому она будет у меня изнаночной. То есть, посмотрите, у меня, получается, связаны два ряда. Первые петли из них лицевые, вторые изнаночные, затем лицевые и изнаночные. Вот с вот этого ряда я, пожалуй, и начну делать макушку. Итак, смотрите, для макушки нам нужно на первой и четвертой спице, вот она наша разделительная ниточка между первой и четвертой спицей, оставить по 26 петелек, а на передних двух, будем так считать, по 25 петелек. То есть, вот он наш переход ряда, вот она между первой и четвертой спицей, вот на них по 26, а с передней стороны по 25 петелек. Так нам будет удобно для закрытия. Или просто разделите на 4 равные части, если у вас число делится на 4, общее количество окружности шапочки, то просто поделите на 4 части. И начинаем вязать, получается, третий ряд рапорта. По идее, у нас сейчас вот идет лицевая, изнаночная, лицевая, первые петельки рядом. Нам нужно сократить из этих трех петелек сделать две петли, то есть сократить петлю в начале спицы первой. Так как у нас сейчас должна идти изнаночная, вот на лицевых, а на изнаночной идти лицевая, то мы смотрим не на первую петельку, а на вторую. То есть, чтобы у нас не сбился рисуночек, мы должны будем из двух первых сделать одну лицевую петлю. По идее, можно было бы просто провязать две вместе одной лицевой, и на этом все бы как бы закончилось. Давайте провяжем лицевую и изнаночную, две вместе одной лицевой, но я буду вязать вот так вот за изнаночную, ну то есть, как бы получается, вводить спицу с левой стороны второй петли. И провяжем вместе одной лицевой. Таким образом мы сделали сокращение и поменяли изнаночную петлю на лицевую. Затем у нас идет лицевая, поэтому вяжем изнаночную, изнаночную вяжем лицевой и так далее. То есть, мы меняем местами, как всегда делаем смещение в третьем ряду рапорта. Там, где лицевая, вяжем изнаночную, а там, где изнаночная, вяжем лицевую. Так мы будем вязать до двух последних петель на первой спице. То есть, как обычный третий ряд рапорта, но при этом мы сократили петельку в начале ряда. И теперь в конце у нас осталось снова две петельки. Мы должны будем сделать из них одну петлю. По рисунку, посмотрите, у нас здесь идет лицевая петля, значит, из этих двух нам нужно сделать изнаночную петлю. Мы берем, провязываем лицевую вот эту петельку и изнаночную вместе одной изнаночной петлей. Посмотрите, то есть, получается, рисунок у нас не сбит. Первая у нас лицевая, вторая изнаночная, а предпоследняя тоже лицевая и последняя изнаночная. Сократили вторую, получается, петлю на спице. Теперь нам нужно на этой спице в начале и в конце сократить по одной петельке. Так как у нас последняя изнаночная, то из этих двух петелек нам нужно сделать лицевую. Мы берем за изнаночную, вот так вот, точно так же, как мы делали в начале той спицы, за две петли вяжем одну лицевую. То есть, мы связали, получается, сокращение, но сделали лицевую. По рисунку у нас сейчас идет следующая, также лицевая, мы ее провязываем изнаночной. Снова, где изнаночная лицевая, где лицевая изнаночная. Так точно чередуем со смещением до двух последних петелек, провязывая лицевая и изнаночная, как третий ряд раппорта. В конце второй спицы у нас остается изнаночная и лицевая петелька. Мы провяжем одной лицевой петлей. То есть, смотрите, предпоследние, получается, если взять три последние петли, у нас были изнаночная, затем изнаночная и лицевая. Вот мы, получается, провяжем первую изнаночной, так как вот две лицевые, меняем петлю, а из последних двух вяжем одна лицевая петля. Теперь переходим на третью спицу. У нас идет первая изнаночная, вторая лицевая, но по рисунку мы должны сделать изнаночную, так как здесь последняя, у нас лицевая петля. Значит, мы изнаночную и лицевую провяжем вместе одной изнаночной петлей. Теперь у нас идет изнаночная, мы вяжем ее лицевой. То есть, делаем смещение. Над лицевыми изнаночные петельки вяжем, а над изнаночными лицевые. Как и в третьем ряду, до двух последних петелек на третьей спице. Теперь, меняем местами и в конце у нас получается третья петля с конца спицы изнаночная. Мы вяжем ее лицевой. Значит, из лицевой и изнаночной мы должны связать одну петлю изнаночную. Я вот так вот поверну лицевую ближайшей стеночкой и провяжу две вместе петли изнаночной. Тем самым, мы на третьей спице сократили снова по краям по одной петельке. И остается последняя четвертая спица. Мы должны на ней точно так же сократить в начале и в конце спицы по петельке. Последняя на третьей спице у нас изнаночная петля. Значит, нам нужно из лицевой и изнаночной сделать лицевую петельку. Я вяжу изнаночную. Я вот так вот поверну, мне так удобно. И вместе вяжу изнаночную лицевую одной петлей лицевой. То есть, делаю сокращение. Далее у нас идет лицевая петля. Мы вяжем ее изнаночной. Из изнаночной лицевой и так далее. До двух последних петель. Снова меняем местами петли. Со смещением, как в третьем ряду, раппорта. То есть, вам главное не сбиться с рисунка. А просто сокращаете на каждой спице с обеих сторон по одной петле. И следите, опять же, за тем, чтобы не сбился рисуночек. Теперь, смотрите, у нас третья с конца петля изнаночная. Мы ее вяжем лицевой. И значит, изнаночную лицевую петлю в конце мы должны провязать одной изнаночной петлей вместе. Две петли вывязываем одной изнаночной. Таким образом, мы сократили на каждой спице в этом ряду по две петли. По краям по одной петле. То есть, на первой спице сократили две петли, на второй, на третьей, на четвертой. У нас убавилось 8 петелек в ряду. Следующий ряд мы провяжем по рисунку. То есть, там, где у нас лицевые петельки, мы вяжем лицевые. Там, где изнаночные, изнаночные. То есть, как четвертый ряд рапорта узора, как последний, скажем, ряд рапорта узора. И сейчас, начиная с третьего ряда макушки, мы начнем новый очередной рапорт узорчика. То есть, просто вяжем со смещением. Главное нам запомнить, что первый и третий ряд у нас, как всегда, вяжется со смещением узора. А сейчас второй ряд просто без убавления вяжем по рисунку, как ложатся петли. Над лицевыми петлями вяжем лицевые, над изнаночными – изнаночные. Довязали четвертый ряд рапорта или второй ряд убавления для макушки. Теперь снова нам нужно делать ряд со смещением, поэтому смотрим. Первая петля у нас лицевая, вторая – изнаночная. Вторая у нас должна быть лицевой петелькой. Поэтому первую и вторую петлю мы провяжем вместе лицевой. Сократили в начале спицы первой петлю. Затем у нас идет вторая лицевая, значит, вяжем ее изнаночной, изнаночная вяжем лицевой и так далее. До последних двух петелек на первой спице вяжем со смещением. Над лицевыми петельками изнаночная, над изнаночными вяжем лицевые. И у нас остается две петельки на конце первой спицы, где мы должны связать из двух петелек одну изнаночную. Почему изнаночную? Потому что предыдущая у нас вот она лицевая. Поэтому я вяжу лицевую и изнаночную петлю одной изнаночной петелькой. То есть сократили и в конце первой спицы петлю. Теперь у нас сейчас идет на второй спице лицевая и изнаночная петля. Должна быть лицевая, так как последняя здесь изнаночная. Изнаночную и лицевую петлю вместе одной лицевой. Провязываю я лицевую. Далее у нас идет лицевая, поэтому вяжем изнаночной. Изнаночная вяжем лицевой и так далее. То есть вяжем ряд со смещением до последних двух петелек на второй спице. То есть, как вы видите, мы сейчас чередуем ряд с убавлениями на каждой спице по две петли в начале петля и в конце. То ряд просто как бы провязываем по рисунку. Снова у нас вот дошли до двух последних петелек, должна быть лицевая петля. Поэтому мы сейчас провяжем лицевую и изнаночную петлю. Две вместе петли, одной лицевой. Связали убавления и теперь переходим на третью спицу. Третью спицу мы точно так же делаем два убавления. При этом у нас сейчас идет изнаночная лицевая петля. Должна быть изнаночная, так как предпоследняя у нас вот она лицевая петля. Мы берем, вяжем изнаночную и лицевую петлю вместе одной изнаночной петлей. Далее у нас идет изнаночная, мы вяжем лицевой, лицевая идет, мы вяжем изнаночной. То есть, вяжем ряд со смещением, опять меняем местами петельки, до двух последних петелек на третьей спице. Две последние петельки мы провяжем изнаночной, так как по рисунку у нас уже лицевая была. Вяжем лицевую и изнаночную вместе одной изнаночной. Теперь доходим до последней спицы. У нас идет изнаночная лицевая в начале. Мы должны связать одну петлю лицевой вместе изнаночную лицевую. Я вот так вот разворачиваю лицевую и провязываю вместе изнаночную лицевую одной лицевой. Теперь у нас идет лицевая, мы вяжем ее изнаночной. Далее у нас изнаночная вяжем лицевой. И так вяжем со смещениями снова, чередуя лицевая и изнаночная, до двух последних петелек этого ряда. Довязали, осталось две последние петли лицевая и изнаночная. По рисунку они у нас должны быть одной изнаночной. Поэтому провяжем две петли вместе одной изнаночной. Теперь у нас второй сейчас ряд рапорта. Как вы помните, четный ряд у нас идет по рисунку. Поэтому над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными вяжем изнаночные петли до конца этого ряда. То есть это четвертый ряд макушки. Мы снова убавили в ряду 8 петелек. И значит пришло время вязать без изменения по рисунку петельки. Довязали ряд без изменения. И теперь приступаем снова к ряду со смещениями плюс убавление в начале и в конце спицы. У нас идет лицевая и изнаночная петля. А должна быть лицевая, так как вторая петля у нас изнаночная с перемещением. Поэтому изнаночную и лицевую вяжем вместе одной лицевой. Теперь у нас лицевая петля, вяжем ее изнаночной. Изнаночную вяжем лицевой и так далее. Меняем петельки снова. Над изнаночными вяжем лицевые, над лицевыми вяжем изнаночные. До двух последних петелек на первой спице. То есть снова ряд у нас со смещением. И довязываем. Вот она наша лицевая петелька, третья с конца. Значит из последних двух нам нужно сделать одну петлю изнаночную. Я поверну лицевую и вяжу одну изнаночную вместе из двух петелек. Вот так вот делаю сокращение. То есть делали в начале спицы и в конце. Приступаем к вязанию второй спицы. Последняя на первой спице у нас петля изнаночная. Поэтому из двух первых петелек нам нужно снова сделать одну петлю лицевую. Я изнаночную поменяю. Так вот перенаправлю, чтобы мне было удобно вязать из изнаночной и лицевой одну петлю лицевую. И теперь у нас идет лицевая, мы вяжем ее изнаночной, изнаночную вяжем лицевой и так далее. То есть снова делаем ряд со смещениями. И в конце ряда снова оставляем две петли, которые будем провязывать вместе одной. То есть делать сокращение на второй спице в конце ряда. И теперь смотрите, предпоследняя у нас изнаночная, поэтому из изнаночной и лицевой нам нужно сделать одну петлю лицевую. Вот так вот я переодену лицевую, чтобы мне было удобно вязать. И теперь изнаночную и лицевую провяжем вместе одной лицевой. На второй спице мы сократили вторую петлю в конце и закончился у нас здесь вот на второй спице лицевой петлей узорчик. Значит из лицевой и изнаночной петли, то есть если смотреть справа налево, из изнаночной и лицевой, нужно сделать одну изнаночную петельку. Поэтому мы провяжем лицевую и изнаночную одной изнаночной петелькой вместе. Теперь у нас идет изнаночная, мы вяжем лицевую, лицевая изнаночной. И вот так вот, то есть меняем местами над лицевой, вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевой. Я буду повторять это постоянно, чтобы вы не запутались. И смотрите по рисунку, как у нас ложатся петельки, так и вяжем. Снова у нас остается две последние петли в конце. Вот эта третья петля у нас лицевая, значит две последние петли должны стать одной изнаночной. Значит вяжем их изнаночной и тоже сократили вторую петлю в конце. Теперь, так как у нас последняя на третьей спице изнаночная петля, значит здесь должна быть у нас на четвертой спице вначале одна лицевая петля. Значит из изнаночной и лицевой провяжем одну лицевую петельку. Если хотите, тоже поворачивайте вот так вот петельки, как я, чтобы вам было удобно вязать и красивенько ложился рисуночек. Можете не поворачивать, в принципе здесь уже не так весомо и не так это видно при таком узоре. Теперь снова у нас лицевая, значит мы вяжем ее изнаночной, изнаночная вяжем лицевой. Снова делаем перемещение и довязываем до последних двух петелек ряда. Довязали до двух последних петель ряда, у нас третья петля с конца лицевая, а лицевую изнаночную, значит мы должны провязать одной изнаночной петлей, то есть две петли вместе одной изнаночной. Тем самым мы сократили еще в ряду 8 петелек и у нас получаются, как вы видите, вот такие аккуратненькие рубчики с боковых сторон, с передней стороны, вот здесь вот по серединке и со второй боковой стороны и сзади. В общем, что у нас получается? Мы сделали ряд со смещением, убавили 8 петелек и настал у нас момент для провязывания ряда без изменения, то есть по рисуночку над лицевыми петлями вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные, то есть просто вяжем очередной четный ряд по рисуночку. У нас сейчас идет второй ряд без изменения, вот провяжем все 4 спицы до конца ряда, над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными петлями изнаночные. Довязали четный ряд и теперь снова у нас ряд с убавлениями. Вначале у нас идет лицевая и изнаночная, а должна быть вместо них одна лицевая, поэтому провяжем 2 вместе петли одной лицевой. Далее у нас идет лицевая петля, мы вяжем ее изнаночной, изнаночную вяжем лицевой. То есть смотрите, опять ряд со смещением идет и при этом мы снова убавим с каждой стороны по одной петле на каждой спице. То есть убавляем 8 петелек, я думаю, что вы уже знаете, как это мы делали предыдущие разы. И затем провяжем один ряд просто без изменения. То есть мы сейчас делаем убавление в начале и в конце каждой спицы, а затем ряд четный у нас, как всегда, рисунок идет как бы закрепление второго ряда. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными. Итак, мы провязали убавление до конца, убавили петельки до тех пор, пока у нас на задних спицах вот этих вот задней стороны не осталось по 18 петелек, а с передних по 17. То есть всего у нас получается с задней стороны, как и при начале вот этих вот убавлений, на 2 петли больше. То есть 36 петель, а с передней стороны 34 в общем количестве. Теперь вот эта ниточка, которая у нас сзади осталась, она нам больше не нужна. Мы ее отрезаем, оставляем небольшой кончик для того, чтобы можно было деть ниточку в иголочку, либо в общем спрятать кончик, чтобы. И выворачиваем вот эту шапочку на изнаночную сторону. То есть берем вот так вот, выворачиваем ее. И теперь смотрите, что мы будем делать. Вот она наша задняя сторона. Я краешек ниточки так и оставлю с задней стороны, чтобы нам было видно. Мы сейчас будем сшивать вот эту макушку. Как мы это будем делать? Мы берем снова ту же ниточку, которую отрезали. И можем взять в принципе пока крючок. Теперь смотрите, берем передней стороной к себе, задняя от вас. Теперь для удобства можете переодеть всего на 2 спицы. Переднюю сторону и заднюю можете оставить так. Чтобы вам было виднее, я все-таки переодела на 2 спицы. У меня получилось меньше спиц, а значит удобнее работать. Теперь смотрите, мы берем вот эту вот рабочую ниточку. Кончик можете подлиннее ставить, чтобы вам было удобно потом запрятать его. И берем крючком, переносим с первой спицы, ближней от себя, на вторую спицу, то есть на заднюю, одну петлю. Так как вы помните, на задней стороне у нас плюс 2 петли, поэтому мы в начале и в конце ряда убавим сразу по 3 петли. Смотрите, мы вводим крючок. Можете даже перенести сразу 3 первые петли с задней спицы на крючок. 1, 2, 3. То есть получается у нас 1 петля с передней и 2 с задней. Теперь сквозь них продеваем рабочую ниточку и получаем петлю. Крючок пока отлаживаем в сторону и берем в руки спицу. Подтягиваем петельку на спицу. И теперь с каждой стороны мы будем брать по одной петельке. Продеваем спицу сквозь первую петлю на ближней спице и сквозь вторую петлю на дальней спице. Захватываем ниточку и провязываем одну лицевую петлю сквозь 2 петли. Спускаем со спиц петлю и одеваем первую петлю на вторую. На спице у нас получается одна петля и мы провязали первую лицевую. Далее повторяем. С первой спицы и со второй спицы одновременно сквозь две петли провязываем одну лицевую. Спускаем со спиц петли и переодеваем первую петлю на вторую. Снова провязываем лицевую с первой спицы, со второй спицы вместе, то есть две петли, одной лицевой и переодеваем первую на вторую. снова первая петля сквозь первую и вторую провязываем лицевую и одеваем первую на вторую то есть вот такими вот обычными шажками из лицевых петель будем так называть я буду делать закрытие петель одновременно с двух сторон то есть как делаем обычное закрытие петель лицевая и протяжка точно так же я буду делать но при этом провязывать обе стеночки одновременно с обеих сторон вяжу одну лицевую сплошную и переодеваю первую на вторую спицу вот таким вот образом буду закрывать одновременно две стороны от начала до конца при этом сначала мы провязали 3 петли вместе и в конце мы провяжем точно так же три петли вместе почему потому что у нас задней стороны две лишние были петельки и нам нужно их куда-то просто деть а так все время мы попарно будем провязывать сквозь две петли одну лицевую и переодевать первую на вторую я думаю что здесь вам должно остаться все понятно кому непонятно можете открыть видео закрытие петелек я делаю закрытие петелек одновременно провязав две петельки на ближней и дальней спицы и затем переодеваю первую петлю на вторую смотрите не теряйте петельки так как это очень важно у вас чтобы не распустилась ваше вязание в общем ну чтобы не было никаких дырочек поэтому если где-то петелька спустилась обязательно ее подтяните здесь точно также ниточку можете подтянуть если петля растянулась и продолжаем вот так вот связывать заканчивать петли до конца ряда довязав до последней петли на ближней к нам спицы мы переносим эту последнюю к двум петлям которые остались на задней стороне теперь все три провяжем вместе одной лицевой и предпоследнюю петлю одеваем на последнюю вот таким вот образом если у вас в конце ряда совпало количество петель и как у меня то можете смело делать крючком две воздушные петли тем самым закрепив в конце ниточку при вытаскиваем небольшой краешек и перед тем как обрезать ниточку обратите внимание выверните на лицевую сторону и посмотрите если у вас не потеряны петельки нет каких-то вытащенных ниточек и так далее если у вас все хорошо то можете ниточку рабочую отрезать она вам больше не нужна и осталось запрятать вот эти кончики с одной стороны можете сделать две воздушные петли точно также здесь захватив с другой стороны то есть просто берете рабочую ниточку ближайшую петельку к ней вот так вот делаете две воздушные петли подтягиваете их хорошо и вы закрепили получается второй кончик и вам осталось закрепить вот этот краешек ниточки который у вас здесь перед тем как его закреплять вот так вот сделайте и посмотрите где у вас получается промежуток то есть дырочка вот чтобы ее не было берем соседнюю петельку захватываем вот эту ниточку и делаем точно также две воздушные петли плотненько затягиваем все все краешки закреплены и мы можем смело прятать вот эти краешки под вот этой косичкой которая у нас получилась при закрытии петелек вот так вот по ходу как идет косичка так и прячем в нее крючком ниточку хотите можете в деть ниточку в иголочку кому как удобно я буду делать вот так вот по всем сторонам я беру первую спрятала ниточку далее беру вторую ниточку так вот сквозь косичку и точно также третью ниточку не забывайте что у нас есть там еще при закреплении вязание круговую там тоже есть краешек ниточки вот и вот точно также промеж косички с изнаночной стороны прячете чтобы его не было видно и вот эту ниточку точно также прячем чтобы ее не было видно причем можете прятать любым способом как вам нравится и где вы считаете что будет наименее видно вот я почему-то выбрала именно вот эту вот центральную косичку при закрытии петелек можете в принципе прятать их само вязание но смотрите чтобы с лицевой стороны при том как вы верните не было видно вот этого в общем прятание кончиков теперь осталось наши ниточки отрезать и выворачиваем шапочку на лицевую сторону основа нашей шапочке готова и благодаря тому что мы делали закрытие петелек с боковых сторон с передней стороны и задней у нас получилось не острые такие углы а вот такие вот аккуратненькие кругленькие теперь нам осталось шапочку украсить я буду как всегда делать вот так вот бантики с одной стороны и с другой стороны обычной ленточкой и все наша шапочка готова я надеюсь что вам было со мной интересно понятно вязать конечно же лайкайте комментируйте не забывайте подписываться на мой канал всем хорошего настроения пока пока пока